Субтитры делал DimaTorzok Напомню, что в 20 веке в нашей стране уже дважды вводили сухой закон. В начале Первой мировой войны и в перестройку. В качестве исторической параллели я выбрал именно 1914 год. С началом Первой мировой никто в России особо и не помышлял о полноценном сухом законе. Изначально речь шла лишь об ограничениях на продажу выпивки на время мобилизации армии. Логично? Да безусловно. Ну, чтобы лишних эксцессов не было. Однако результаты ограничений на спиртное получились прямо противоположными. В Центральной России и Сибири, на Урале и по всему Поволжью начались винные погромы. За неполные пять дней в одной только Томской губернии разгромили 20 винных лавок. Ситуация, конечно, неприятная. Но значит ли это, что нужно вообще запрещать весь алкоголь? Особенно с учетом госмонополий на водку, которая была огромной статьей дохода империи. Однако Николай II, который сам каждое утро начинал с рюмки мужжевеловой водки, внезапно решил, цитата, «казенную продажу вина воспретить навсегда». Понятно, что сухой закон был представлен как забота о здоровье населения. Но по факту последствия от его введения были прямо противоположными. Хотя потребление действительно резко сократилось, количество смертей от алкоголизма не уменьшилось. Например, если в Питере в мае 1913 года от выпивки умерли 72 человека, то в мае 1915, когда закон уже действовал почти год, умер 71 человек. Причем гибли в основном от суррогата. Ханжа – разбавленный денатурированный спирт. И политура – 20% спиртовой раствор природной смолы, который применялся для полировки древесины. Вот что заменило собой вино. Кстати, одним из последствий стали массовые кражи одеколонной из парикмахерских. Но главное в России тогда было множество винокурин. Только представьте, сколько людей остались без работы. Причем ждать до официальной отмены сухого закона пришлось долго. Только при советской власти в 1921-м разрешат продавать вино, а водку и того позже, в 1925-м. Причем крепостью не 40, а 30 градусов. Вернемся в современность. Повторюсь, наше правительство, скорее всего, на запрет алкоголя не пойдет. Но ведь сухой закон может стать для нас вынужденным. Пить просто будет нечего. В начале СВО были сильны опасения, что западные санкции опустошат при лавке винных магазинов. И не безосновательно, ведь иностранная продукция до 2022-го занимала значительную долю на нашем рынке. Почти весь виски, джин, ром и текила были заграничными. А еще половина вина и порядка 30% коньяка. После начала спецоперации первой нас покинула украинская компания Немиров. За ней хлопнули дверью несколько чешских пивоварен, британская компания, производящая знаменитые бренды Джонни Уокер, Whitehorse, Смирнов и Кэптон Морган, а также американские Джек Дэниелс и Финляндия. Но пить это россиянам не помешало. Через год после начала СВО в 2023-м мы купили почти 230 миллионов декалитров спиртного. Декалитр это 10 литров, кто забыл. Причем без учета пива и сидра. На 4% больше, чем в 2022-м, который был рекордным по продажам спиртного. В любом случае, как бы Запад не пытался отменить в России виски и ром, бесполезно. На ум невольно приходит любопытный эпизод из истории Австралии. В начале 19-го века эта английская колония была одной большой тюрьмой. Губернаторы на континенте сменялись быстро и были один хуже другого. Говорить о верховенстве права и закона не приходилось. В общем, рай для авантюристов и искателей приключений. Но в 1806 году в Лондоне решили взять ситуацию под контроль и отправили туда губернатором того самого ублюдка с баунти, Уильяма Блая, капитана легендарного судна баунти, который так задолбал свою команду, что она взбунтовалась и высадила Блая в открытом море. Есть даже знаменитый голливудский фильм об этом. Но Блай тогда выжил и, на беду вольнолюбивых обитателей Австралии, был отправлен туда губернатором. Прибыв на новое место службы, новый губернатор с ужасом понял, что в Австралии нет денег. Вообще, просто как явление. А вместо них используют ром. На ром покупают еду, им платят жалования, непьющие и бережливые вполне могут состояние сколотить. Ну, точнее, на винокурить. А тот самый ублюдок с баунти, со свойственной ему решимостью, тут же отменил ромовую валюту. Но ведь теми же крепленными деньгами жалования платили и местным солдатам. Они взбунтовались, ворвались в дом губернатора, выволокли Блай из-под кровати и отправили в тюрьму в Тасманию. А в Австралии вернулась ромовая валюта. Блай отсидит целых два года. Ровно столько понадобится Лондону, чтобы там наконец поняли, что происходит в их далекой колонии, снарядили нормальные войска и отправили их в другое полушарие навести порядок. Вернемся в 21 век. К покинувшим наши полки иностранным алкобрендам. Так и тянет задаться сакраментальным вопросом, а был ли мальчик? Ну, в смысле, а был ли этот самый массовый исход? Например, по данным РБК за 2023 год, в частности, прибыль знаменитой компании Бакарди, производящей ром, несмотря на обещание покинуть российский рынок с началом СВО, только увеличилась. Если в 2021 году выручка Бакарди составила около 30 миллиардов рублей, а прибыль около полутора, то в 2022 выручка уже превысила 32,5 миллиарда, а прибыль вообще выросла втрое, до 4,5 миллиардов. Однако, стоит отметить, что все это – результат продажи сформированных компанией Бакарди запасов. Сейчас, к лету 2024 года, напитки этой фирмы почти исчезли с российских прилавков. Остаются еще вермуты и игристые вина мартини. Но за прошлый год поживились в Бакарди знатно, при этом не потеряли лицо перед западными партнерами, и рыбку съели, и косточкой не подавились. Тут стоит вспомнить историю из биографии папы президента США Джона Кеннеди, Джона Кеннеди-старшего. И речь сейчас пойдет не о том, что он, по слухам, был бутлегером, то есть продавал нелегальный алкоголь во время сухого закона в США в 20-е. Но свое состояние он сколотил именно на бухле. Поначалу Кеннеди-старший, будто предчувствуя, а, скорее всего, узнав это от инсайдеров, очень выгодно продал большое количество акций прямо перед началом Великой депрессии. А потом еще и нажился на коротких ставках на падение цен. Но главное, опять же, будто предчувствуя будущее, прямо на закате американского сухого закона он подписал крайне выгодный контракт, который сделал его единственным американским импортером шотландского виски и джина, производимых популярнейшими британскими дистилляторами Дьюарс и Гордонс. Достаточно сказать, что состояние Кеннеди в начале Великой депрессии в 29-м году оценивалось в 4 миллиона долларов. А всего через 6 лет и через 2 года после отмены сухого закона в 35-м году оно превысило 180 миллионов. Вот что значит вовремя подсуетиться. Возвращаясь в современность, давайте я вас удивлю. Все знают, что в США был сухой закон, но вот мало кто знает, что по факту он действует в Америке до сих пор. Правда, только на территории отдельных округов, в основном на юге и востоке страны, а также на севере Аляски. Ну, чтобы коренные народы во искушение не вводить. Есть также сухие города и поселки. В абсолютно сухих округах запрещена продажа любых алкогольных напитков. Во влажных, то есть с более мягкими правилами, может быть разрешена продажа выпивки только в помещениях. Или наоборот, только не в них. Любопытно, что у сухости законов есть как плюсы, так и минусы. Например, жители штата Кентукки и севера Аляски вынуждены уезжать очень далеко от своих домов, чтобы купить алкоголь. Таким образом, увеличивается расстояние переездов в пьяном виде. По данным Национального управления дорожного движения и безопасности, смертность в результате несчастных случаев, связанных с алкоголем в сухих округах в течение пятилетнего периода, составила 6,8 случаев на 10 тысяч человек. Что в три раза выше, чем за тот же период во влажных. Там было менее двух случаев на 10 тысяч человек. Другая проблема – потеря налоговых поступлений. Очевидно, что отсутствие вина Курин денег в бюджет штата не добавляет. Так еще и налог с продажей пива, вина, виски и от Цетра идет в казну того штата, где пузырь и был куплен. В качестве параллели так и тянет рассказать о последствиях, которым привел сухой закон в США в 20-е годы. Американцы и правда стали куда реже страдать от цирроза печени и в среднем меньше пить. Но на фоне тысяч страванувшихся контрафактам, а также расцвета мафии и взяточничества, эти результаты меркнут. Более того, сухой закон привел и к некоторым непредсказуемым последствиям, в частности, к резкому росту популярности наркотиков. Логика проста. Раз вещества – такая же запрещенка, как и алкоголь, то какая разница, что употреблять? Кстати, в этот момент появилась традиция приходить в нелегальные бары, так называемые спик-изи, уже обдолбанным. Возвращаясь в современность, я бы хотел рассказать об одном из самых последних случаев введения сухого закона и о его последствиях – в виде международного скандала. Во время пандемии коронавируса в 2020-м в Южноафриканской республике трижды вводили сухой закон. Не будем сейчас рассуждать об эффективности этих мер в борьбе с ковидом, но факт остается фактом – покупать и продавать выпивку в ЮАР было нельзя. Однако множество сотрудников иностранных дипмиссий решили на этом заработать. Они имели право легально покупать выпивку и сигареты в специальных магазинах. Закупаясь огромными партиями, дипломаты и члены их семей, затем сбывали их с наценкой через местных продавцов. Некоторые даже успели открыть нелегальные бары, прям как в США в 20-е. Но в 2021-м власти ЮАР прекратили эту дипломатическую контрабанду и выслали из страны более двух сотен сотрудников дипмиссий, уличенных в ней. Димарш ЮАР, пожалуй, самый громкий подобный скандал за последние годы. До него пальму первенства держала история с дипломатами из Гамбии в Лондоне. В 2014-м некоторые сотрудники посольства этой страны предстали перед британским судом за нелегальную торговлю с сигаретами, которые они ввозили якобы для собственных нужд. В качестве параллели приведу очень показательный по уровню лицемерия эпизод из истории американского сухого закона. Многие американские конгрессмены, которые голосовали за запрет на продажу выпивки в США в 2020 году, сами трезвенниками не стали. Более того, у американских законодателей даже появился свой личный доверенный бутлегер, поставщик нелегального пойла, бывший военный ветеран Первой мировой Джордж Кэссиди. К середине 20-х клиентов Кэссиди среди законотворцев США расплодилось так много, что кто-то из его покровителей даже выделил ему отдельный кабинет прямо в здании Конгресса. Вскоре об этом узнали, разгорелся скандал, и Кэссиди выгнали с капиталистского холма. А он перебрался в Сенат. В итоге Кэссиди еще долго и крайне успешно спаивал американскую политическую элиту. Его арестовали только в 29-м году. После отсидки бывший личный бутлегер Конгресса США вел скромную жизнь и больше в нелегальщине замечен не был. Ну хватит а за границей. Вернемся в современную Россию. Резкий массовый исход иностранных алкопоставщиков не только не вычистил полки наших магазинов, но еще и подстегнул российских производителей хмельных напитков. Ну кто бы еще пару-тройку лет назад серьезно взялся бы за производство качественного российского рома, текила или виски. Даже звучало смешно. Но не сегодня. Итак, в прошлом году питерская компания «Ладога» выпустила сразу три собственные торговые марки «Бурбон», «Виски» и «Ром». Более того, в конце 22-го впервые в истории России саранский ликероводочный завод произвел односолодовый виски. Цена, правда, была у него сумасшедшей. В среднем 15 тысяч за бутылку. А специализирующаяся на игристом вине Абрау-Дюрсо, до революции бывшая личным хозяйством императорской фамилии, за последние два года взялась за создание собственной линейки джинов. Также в нашей стране все более популярен корейский напиток «Соджу». Его производство у себя наладил завод «Кристалл». «Кристалл» же осенью 23-го получил разрешение правительству Мексики на выпуск текилы. В связи с этим предлагаю во всех барах ввести новый коктейль вместо текилы бум – текилоквас или текилы БС – березовый сок. В качестве исторической параллели я процитирую начальника канцелярии министра двора Николая II, генерала Масолова, который служил еще при отце Николая – Александре III. При Александре II все подаваемые вина были иностранного происхождения. Но Александр III создал для русского виноделия новую эпоху. Он приказал подавать иностранные вина только в тех случаях, когда на обед были приглашены иностранные монархи или дипломаты. Иначе надо было довольствоваться винами русскими. Полковые собрания последовали примеру данному свыше. Весьма скоро потребление иностранных вин сделалось признаком просто снобизма. Император Александр III действительно, в отличие от его сына, предпочитавшего крепленную португальскую Мадеру, любил именно русские вина, особенно массандровские. А его алкогольная политика оказалась настолько успешной, что с одной стороны смогла подстегнуть отечественное производство и объемы, и качество русского вина, а с другой оказала услугу городским рестораторам, увеличившим свой оборот за счет любителей именно заграничных вин. Замечу, что сегодня очень популярно мнение, что Александр III так рано умер, а ему не было и 50-ти, потому что спился. Но это полная чушь. Император, по многочисленным воспоминаниям современников, крайне умеренно употреблял алкоголь. Его сгубили трудоголизм и последствия страшной железнодорожной аварии. Но об этом как-нибудь в другой раз. Обратно в 21 век. Понятно, что западные антиалкогольные санкции в России, с точки зрения потребителя спиртного, не работают. Пить мы меньше не стали. Но вот рост цен на алкоголь, с неприятной новостью, о котором я начинал этот выпуск, может привести к неожиданным и крайне неприятным последствиям. Посмотрим, как это было полтора века назад, в 50-е годы 19 века. Тогда русские крестьяне и мещанство массово отказались бухать. А повод к такому радикализму – рост цен на спиртное. Если в 1819 госдоходы от питейных сборов составляли около 22 миллионов рублей, то за 40 лет, к 1859-му, они выросли до 106 миллионов. А еще за 4 года, к 1863-му, вообще до 127. И такие суммы полились в казну не столько за счет увеличения производства хмельных напитков, сколько из-за роста цен на них. Более того, от государства не отставали и откупщики. Те люди, которые в ходе аукционов получали монопольное право на торговлю алкоголем в стране, они задирали цену до небес. Государство устанавливало свою цену именно для откупщиков, а те, в свою очередь, уже для конечного потребителя, на свое усмотрение. Стремясь заработать на водке, государство загнало себя в тупик. Рост цен произвел обратный эффект. Так, с августа 1958 года в Ковенской, Веленской и Гродненской губерниях стали появляться общества трезвости. За полгода в них вступил почти миллион человек, половина всех жителей тех губерний. За ними к трезвости обратились Саратовская, Тульская, Рязанская, Тамбовская и другие губернии. Денег в казну от продажи алкоголя стало поступать так мало, что пришлось де-факто запретить общество трезвости. В ответ на это в мае 1959-го разгневанные трезвые крестьяне начали громить кабаки в Москве, Твери, Симбирске, Воронеже, Казани, Вятке, Перми и других городах. Пришлось подключать армию. Все выступления жестоко подавили. Около 11 тысяч человек по всей России отправили на каторгу. Однако, стоит заметить, что уже через год система откупа вина была отменена. Теперь любой, желающий варить и продавать алкоголь, должен был лишь заплатить соответствующий налог. Я не берусь делать выводы из тех параллелей, что привел сегодня. Но напоследок, хотелось бы напомнить веселый стишок, которым ленинградские алкоголики реагировали на повышение цен на спиртное в позднесоветскую эпоху. Было три, а стало пять. Все равно берем опять. Даже если будет восемь, все равно мы пить не бросим. Передайте Ильичу нам и десять по плечу. Ну а если будет больше, то получится как в Польше. Ну а если двадцать пять, зимний снова будем брать. Легко посчитать, что при средней советской зарплате в сто двадцать рублей ее не хватило бы даже на пять бутылок водки при цене в двадцать пять рублей за одну. Переводя на сегодняшний курс, при средней зарплате в семьдесят три тысячи рублей, чтобы спровоцировать очередное взятие зимнего дворца, один пузырь у нас должен стоить около пятнадцати тысяч рублей. Надеюсь, до этого не дойдет. Продолжение следует...